сегодня у нас с вами седьмое занятие на котором мы рассмотрим java time api наследование и класс object по поводу java time смотрите до java 8 в основном для работы с датой времени использовались такие классы как date local date time и local date sorry использовали date и календарь вот два класса date и календарь начиная с java 8 были добавлены было был добавлен целый пакет для работы с датой и временем называется он java time пакет и там расположено большое количество классов а также вложенных пакетов специально предназначенных для работы с датой и временем и там очень широкий функционал основные классы которые мы сегодня рассмотрим это local date local time local date time local ну по названию понятно что для хранения даты для хранения времени для хранения даты и времени отличительная особенность этих классов заключается в том что у них нету конструкторов публичных все конструкторы этих классов приватные поэтому обычным вызовом конструкторов этот класс в объект этого класса не создадите для создания или для получения объектов данных классов нужно пользоваться статическими методами фабриками помните мы с вами рассматривали когда рассматривали singleton мы говорили что если конструктор приватный зачастую используются статические методы для их использования вот и здесь такая же ситуация давайте с вами попробуем конец что-то посоздавать создадим local date time назовем ldt local date time и есть статический метод now который нам и создает объект local date time связанный с текущим временем и датой нельзя закрыть еще одна программа которая надо удалить так давайте попытаемся напечатать наш local date time и запустим смотрите какую дату и время мы получили видите как отображается отображается в соответствии с каким-то и со стандартным точно номер не помню но как вы видите не очень удобно для восприятия человека в принципе может для машины нормальный формат но где-то такую дату неделю встречали при работе с каким-то программным обеспечением поэтому хотелось бы конечно представлять дату в каких-то произвольных или принятых форматах общепринятых и для этого есть специальный метод формат тоже статический который возвращает строку уже с временем в определенном формате строковое представление времени в определенномформате давайте это дело проверим то есть нам говорим нам стринга назовем этоertain тайна вызовем на shell дт на него вызови метод формат и посмотрим что же этому методу надо дать в качестве аргумента ему в качестве аргумента надо дать формата форматор дейтайм формата в данном случае это объект которая пишет а в таком же формате вы хотите видеть формата может быть много поэтому методу формат нужно дать объект который скажет о каком же формате представить время создадим этот объект create local variable формат проинициализируем ее дейтайм формат и у этого класса тоже нет публичных конструкторов все конструкторы приватный но объект можно получить с использованием статического метода и один из таких статических методов облокалайз дейт тайм это метод который возвращает нам дату в соответствии с нашей локалью та которая установлена на компьютере выбираем и он опять просит какой-то аргумент смотрим что ему нужно дать дейтайм стайл или дейт стайл давайте создадим это дейт стайл что это за дейт стайл у нас локалях принята короткая и полная форма представления даты или сокращенная и полная в принципе для времени их есть четыре полная средняя короткая сокращенно чем отличие полностью пишутся год или цифра да то есть нолики ставятся в дать или не ставятся время с секундами или без секунд вот такие вот давайте поставим full то есть full это константа да вот видите public static full константа это константа которая и говорит о том что полный формат времени использовал там их четыре но работает только две из них по моему short не работает и medium short и тут есть long full medium short но у медиум и short не работает но давайте и проверим нет full не работает full не работает и long не работает работает medium и short проверяем medium а мы не распечатали запускаем и вот уже время выведена в соответствии с нашей локали то есть так как у нас принято видите дата месяц полностью если я поставлю здесь short то эти сокращенный вариант нет секунд и год без 2000 вот таким образом можно представлять время в соответствии с локали как вы думаете где это удобно использовать локаль для представления даты и времени но это удобно когда вы делаете интернациональное программное обеспечение до которая может быть установлена не в одном регионе а в разных то есть или локализированное программное обеспечение да то есть вы делаете ваше по для рынков нескольких стран и когда человек включает его запускает то у него по его локали локали установлены на компьютере определяется как же ему дату показывать чтобы ему это было привычно в соответствии с локали у нас или точка используется или запятая как разделитель целой дробной части время по-разному выводит в америке там дата и месяц местами поменят что там еще единицы измерения разные используются по умолчанию да где-то килограмма где-то там фунты футы понятная идея но не всегда удобно не всегда этого достаточно не всегда мы можем или нам хватает только локализированного представления даты и времени иногда хочется получить представление дату и времени в произвольном формате вот как я хочу вот как-то по-своему представить дату и времени время и вот как же это сделать для этого есть другой метод который называется op pattern который позволяет вам получить представление времени в соответствии с заранее заданным шаблоном то есть вы при помощи шаблона сообщаете этому методу в каком виде вы хотите видеть дату и время шаблон задается при помощи специальных ну символов спецификаторов и специальных спецификаторов формата каждому символу закреплено какое-то или за каждым символом закреплено какое-то значение например за эй закреплено обозначение mpn за д день месяца за и день недели за h время в 12 часовом формате за их большой 24 часовом формате за м большой месяц за м маленькие минуты за с секунды за вай год давайте с вами попробуем вывести время в своем произвольном формате создадим еще строку стринг формат дейт нам нужно взять наш ldt вызвать на нем формат передать сюда форматор но теперь нам этот формата нужно будет получить уже при помощи другого статического метода который называется offpattern и этому методу в качестве аргумента в виде строки передать шаблон мы можем сделать отдельную строку тринг назвать ее паттерн и определить этот паттерн самостоятельно а потом вывести нашу строку в каком формате хотим время получить есть у кого это пожелание к виду формата времени ну что сначала будет давайте месяц месяц и и год через через что и будем писать пробел из точка слэш через слэш попробовал что так пишут какие что еще время минуты я мпм то есть вот минимальный набор который написали давайте запустим посмотрим 10 4 2018 4 16 м почему-то у меня виндаф постоянно переводит время у меня всегда по лондону мпм 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 а мпм а мпм где то тут оно меняется я менял видишь стоит плюс 2 ну выключал а выключал сколько у нас там 19 так еще раз запускаем 717 так теперь давайте посмотрим а что еще здесь можно сделать смотрите ведь он пишет 7 можно поставить 2 буковки h видите он уже пишет 07 всегда 2 цвета давайте поставим здесь 2 буковки m ну в принципе у нас так 10 да ничего не поменялось давайте поставим 3 буковки m оп уже значит словами писать давайте поставим 4 буковки m и бывает еще 5 буковок и бывает еще 5 буковок это о октябрь первая буква давайте оставим 4 здесь тоже можно 2 3 4 напишем 4 напишем 4 чтобы получить ну вывод не поменяется но он всегда будет использовать 4 символа здесь если поставить 2 буковки словами числа писать не будет он будет писать или 4 или 0 4 вот октября смотрите что еще может быть у нас есть паттерн смотрим а какие бывают варианты метода паттерн смотрите паттерн бывает перегруженным то есть у него может быть один аргумент а может быть два аргумента второй аргумент какая-то локаль что это значит это значит что в качестве второго аргумента этому методу я могу дать локаль для которой хочу иметь представление даты ставлю запятую пишу локаль смотрите могу взять локаль канада давайте канада франция ну то есть канада французский регион кто по-французски читать умеет то есть он вот теперь представляет это на французском кто по-китайски умеет читать а вот это как читается модуль французского французского француза зато знают люди китайские Павла, ты знаешь, на клавиатуре это набирать? А это укращённая клавиатура? Это же большая клавиатура Такая же Она такая, но там набираются антенки и произнесшие двоёмки Он подбирается и убирается Нет Там большую часть Бедные китайцы У них нет иероглифов И мы ещё хуже, чем нам Чтобы напечатать иероглиф Надо его на английском написать Ну, из неудобного Тут не все есть регионы Только самые распространённые Видите, то есть UK, USA Украины 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 Но её можно Локали Задать Для того, чтобы Задать Не выбрать Существующую Как констат А Создать Новую То есть Мы берём Украину Локали И сюда Нужно Дать Строку Которая Описывает Локаль Я вот только Ukraine UK UA По-моему UK Нет UA А Язык Укр По-моему Что-то такое Я не уверен Я каждый раз Путаю Если Мне Не понравится Он Не понравился Или Вот так Точно страна Можно погуглить Как там Локаль Зава Украина Да Просто Её среди Констант Нет Ну Вот Предлагают Вот Так А Ну 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 Не Не Помогло Второй Вариант Вот Так Просто Много Разных Стандартов Это Не Та Ссылка Но мы такой вроде пробовали, вот такой, не оно нас, нас не поняла, а есть другой прикол, как можно его обмануть, смотрите он пишет language, language у нас укр, ну в соответствии с этой табличкой, о, смотрите, сайт Oracle можно поискать, Ukraine, такое было, а он не понял, ладно, UKUA, давайте попробуем, он пишет language, теперь он пишет country, country у нас как они там обозначают, у к без рэ, о, желтня, то есть, если не нашли, как одним, ну, спарина написать, можно отдельно language написать, отдельно country, и вот он, та-та, видите, пишет, желтня, для украинской локали, понятно, как работает? Поехали дальше. И бывает еще задача обратная, когда надо парсить, то есть, здесь мы с вами что делали, мы брали объект, хранящий дату и времени, и представляли его в виде строки, а теперь мы хотим обратно взять строку с датой времени и представить это в виде объекта. есть специальный метод парс, который принимает текст и из него делает дату, у нас с вами есть dateTime, вот дт, так, а мы хотим из формата date получить обратный объект. Давайте попробуем, пишем localDateTime, вот так напишем, равно localDateTime, вызываем статический метод парс, и ему даем вот ту нашу строку. Как вы думаете, сможет распарсить объект сделать из вот такой строки? Попробуем. Ошибку. Говорит, вообще не понял, что вот это такое, за набор символов. кунот бипарс, почему? Потому что ему это непривычный формат, он вот такой парсить умеет из коробки, а такой не знает. Но, как же его научить, чего у нас здесь содержится? Для этого в качестве второго аргумента методу парс нужно дать формат term, в котором описано, как оно там все построено. Видите, и уже распарсил, и все работает. Но секунд не было, поэтому секунды и в объект не попали. То есть можно парсить дату и время в любом формате, только надо при помощи второго аргумента форматора объяснить, а как же оно там вот так закодировано. Да, в объект, как с обычным объектом, да. Кстати, у local daytime много всяких методов, полей. То есть всяких, в принципе, у java time, у пакета много классов. Есть класс год, есть класс месяц, через который можно проверять там высокосный, невысокосный, там как-то это формировать, добавлять день, вычитать день, добавлять минуты, переводить в разные там форматы. То есть функционал очень обширный. Кому надо будет вот очень плотно работать с датой и временем, посмотреть, чего оно умеет. Функции там очень много. Теперь можно посмотреть local, где-то наш объект. Вот он. Что тут есть? Get. Вот, например, get. Вот, например, get. Get. I am Tom дает. Минус есть, плюс есть, плюс есть, плюс день, минус день, плюс год. много методов можно как-то еще вытащить объект год вспомнить как и тебе даю век вот get months вернет объект months а get year возвращает int но есть объектигия сейчас from вот можно например посмотреть есть метод я из них то есть высокосный или нет берем смотрим в нашей даты в нашей дате высокосный год или нет нет что я сделал я из нашей даты вытянул номер года потом взял метод класса яр и посмотрел какой-то год функционал там много и принципе любую хотелку с датой времени можно реализовать какие будут вопросы пока понятно окей и переходим с вами к наследовать и сначала рассмотрим общую концепцию наследование в рамках этой концепции давайте поговорим о по классификации объектов а кто скажет а что такое классификации зачем они нужны как вы себе представляете такое понятие как классификации нет этого из точки зрения уже жало говорить а вот классификация в жизни зачем она ну а как это да зачем обращает на плюс вы как бы характеристики для какой-то группы собираете вместе по каким-то признакам группируем то есть если вы берете какой-то объект и вы знаете какой группе она относится то вам сразу становится известный ряд его характеристик с вам не надо каждый знать описание каждого объекта достаточно знать описание его группы которые вы знаете что это мебель вы понимаете на нем лучше там не сидеть ну типа такого вот и вот для этого часто используют классификации в джаве тоже можно сказать использует своеобразную классификацию виде наследования зачем она нужна в языках программирования смотрите часто бывает что для работы с однотипными предметами то есть классы описывающие однотипные предметы имеют много дублирующегося кода когда вы описываете предметы из одной проблемной области то там много дублирующегося кода ну например у нас есть short trousers socks здесь есть айди здесь есть метод дисплей здесь есть метод дисплей здесь есть метод дисплей здесь есть метод дисплей если вы посмотрите вот перечень методов а эти методы getter и соответственно и poly дублируются мы с вами имеем такое такую ситуацию которая называется дублирование кода как вы думаете что плохого в дублирование кода а с местом все не так ну хорошо во-первых если мы поменяли если код одинаковый скорее всего он одинаковый но не просто так а еще между собой связан как-то логично и большая вероятность того что если мы меняем что-то в одном методе то надо менять это и в таких же других методах правильно окей что еще плохо смотрите еще есть такая ситуация как читабельность кода чем больше кода тем сложнее его читать всего два таких а ну и время на его написание даже если вы просто его control c control v все равно это какое-то дополнительное время вот и у нас с вами таких три основных больших проблемы это поддержка этого кода или внесение изменений это читабельность и затрата дополнительного времени на его добавление реализацию написания ну вообще дублирование кода это очень большой вот то есть считается ну скажем так в идеальном мире недопустимым братья кусок кода копировать взяли кусок кода и скопировали в другое место когда у вас два одинаковых куска кода но это плохо даже среда разработки поддерживает подчеркивает такое где там уже где-то такое было весь дублирующийся код надо выносить в методах и вызывать эти методы два дублирующихся куска кода это зло плохо и так делать не надо как же вот если мы сказали что это такое зло и как от этого уйти один из вариантов это использование как раз наследование которое позволяет выстроить иерархию классов и определить общие и уникальные характеристики каждого повторно использовать общие для всех классов поля и методы то есть мы берем и весь дублирующийся код из этих трех классов выносим в родительский класс который как раз и обладает вот этими общими характеристиками ясно ну в жизни в принципе то же самое мы когда с вами что-то классифицируем то мы какое-то какое-то понятие или какой-то класс наделяем вот как раз этими общими характеристиками полное можно провести полную аналогию с реальной жизнью и чуть-чуть теории класс на основании которого создаются другие классы называют супер классом или родительским классом на английском parent класс closing супер класс для классов шорт сокс и травы класс который создается из других классов называется дочерним или child или под классом сап класс класс шорт сок строить дочерние класса closing то есть у нас с вами появляются теперь понятия родительский класс и дочерний класс родительский класс одновременно может быть и дочерним классом понятно да то есть один и тот же класс в одно и то же время может для кого-то быть родительским а для кого-то являться дочерним в джаве единичное наследование да то есть у класса может быть только один родитель но одного класса может быть много потомков родитель один потомков может быть много классы знают своих родителей но не знают своих дочерних классов класс вы не по классу не можете понять какие у него дочерние классы но вы по классу можете понять какой у него родительский класс ясно это какие будут вопросы давайте прежде чем переходить к реализации делаем перерыв потом теорию уже не разрывать и после перерыва продолжим здесь есть пауза